Просто оху**ные дороги в нашей столице. Ямы размером с машину. С приходом весны дороги превратились в полосу препятствий. О, молодец, догадался. Вставили, провалил вот сюда. Сверху безобидная лужа, но то, что под ней, может спровоцировать серьёзное ДТП. Везде колдобины, везде ямы. В лужу проваливается, пол машины выходит. Ольга Яковлева на Киевском шоссе наехала на Ухаб. Результат – повреждённая шина, несколько часов потерянного времени. Я получила порванное сбоку колесо в двух местах. И потом ещё бонусом оказался саморез в верхней поверхности колеса. На данном автомобиле попали в яму боковое вздутие в двух местах и замятие самого диска. На шиномонтаже традиционный для весны наплыв клиентов. Нарушенная геометрия после попадания в яму. Вот, собственно говоря, бывают вот такие вот овальные диски, которые приходится просто править. По ГОСТу максимальная длина ямы должна составлять 15 сантиметров, ширина 60, а глубина 5 сантиметров. Но на улицах огромное количество вот таких выбоин, которые дорожные службы не успевают устранять. И водители вынуждены объезжать их, порой нарушая правила дорожного движения. Главная причина разрушения дорожного полотна – температурные качели. Вода внутри асфальта при замерзании расширяется и разрывает его. Если бутылку воды поместить в холодильник, то, скорее всего, при замерзании она лопнет. В прошлом году, по официальным данным, в Москве было 8,6 переходов через ноль. Ну и, естественно, асфальт-бетон начинает разрушаться. Несоблюдение технологии – еще одна причина появления ям. В сети сотни роликов, где асфальт бросают прямо на лужи или снег. Самое время укладывать асфальт. Дождались дождя со снегом. Пожаловаться на ямы можно через портал «Наш город». Дорожники обычно заделывают их за сутки. В зимний период применяется технология литой смеси. Литая смесь имеет тестообразное состояние, которое доставляется в кахерах с температурой 210-230 градусов. Не требует уплотнения. Если машина все же получила повреждения из-за ямы, водитель может взыскать компенсацию с организацией, которая обслуживает дорогу. В первую очередь необходимо зафиксировать дорожно-транспортные происшествия, сделать фотографии, вызвать сотрудника ГИБДД. Если другие страховые случаи позволяют вызвать аварийного комиссара, то вызвать его. То есть максимально зафиксировать причинно-следственную связь между ДТП и, собственно говоря, неудовлетворительным состоянием дорожной сети. Но судебная тяжба может растянуться надолго и победа не гарантирована. Так что лучший способ избежать неприятностей – просто сбросить скорость.